МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире время новостей на МТВ. В студии Светланы Ларикова. Мои коллеги начнут день с зарядки с олимпийским чемпионом, прокатятся на новых троллейбусах и узнают, какой заказ выполняют волгоградские мастера для кремлевского полка. Об этом не только чуть позже, а пока о главном к этому часу. Четкий шаг и идеальная синхронность в каждом движении. С 2019 года учащиеся Волгоградского кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации имени Слипченко ежегодно принимают участие в параде победы. Сейчас кадеты занимаются строевой подготовкой, подшивают пуговицы на кителях и отглаживают брюки, готовясь к прохождению в составе праздничных коробок на параде 9 мая на главной площади города Героя Волгограда. Чтобы участвовать в параде, одного желания мало. Ребята прошли строгий отбор. Главное требование – учиться без строек, не иметь нарушений дисциплины, а также хорошая физическая подготовка. 42 кадета – лучшие из лучших – будут представлять кадетский корпус на торжественном параде в честь 70-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне. Программа подготовки – это, конечно, длительный, кропотливый процесс. Это не просто так – встать в единый строй, пройти единым шагом. Здесь должно быть чувство ритма, это должно быть прекрасная физическая форма, потому что требует определенных физических усилий, готового, чтобы встать в строй и ровными рядами пройти по главной площади города. Чтобы достойно выступить на параде 9 мая, кадеты начали готовиться с начала апреля. Серафим Сулацкий всю свою жизнь мечтал быть военным, поэтому подготовку к этому начал с обучения в кадетском корпусе. Участвовать в параде будет уже во второй раз. В этом году я приму участие в параде, уже в знаменной группе буду идти. Второй год иду. Для меня это большая честь, почтить память ветеранам, участникам Великой Отечественной войны. Это большой труд. Для этого требуется хорошая физическая подготовка, выдержка, ну и какие-то моральные качества, чтобы дойти до конца. Так же, как военнослужащие, лицеисты готовятся к ответственному событию в своей жизни очень ответственно. Много тренируются, отрабатывая движения. Александр Красных также входит в знаменную группу. Его прадедушка защищал нашу родину во время Великой Отечественной войны. Все мы должны чтить эту память, помнить об этом, сохранять это и передавать дальше. Подготовки проходят два раза в неделю. Также они бывают на нашей территории. Также мы выезжаем на Каческое училище. В подразделении всех коробок, которые принимают участие в параде, тоже готовимся. Быть кадетом – это гордое звание, которое подразумевает высокую степень ответственности и самоорганизованности. Учащиеся кадетского корпуса становятся единой командой еще до репетиций. Перед выполнением поставленных задач они собираются на плацу. Поднимается флаг Российской Федерации, кадеты поют гимн родной страны. Эту традицию только вводят в российских школах. А вот в кадетском корпусе Следовательного комитета Российской Федерации имени Слипченко уже 30 лет так начинается каждое утро. Регина Федина, Андрей Кирсанов. Время новостей. С 15 апреля волгоградцы старше 14 лет выбирают парки, скверы и пешеходные зоны, которые будут благоустроены в 2023 году. Отдать предпочтение одной из семи территорий можно различными способами, в том числе и в точках проведения голосования. Как волгоградцы выражают свою позицию, увидела Дарья Соловьева. Общественные территории, которые участвуют в отборе, выбрали сами волгоградцы. Теперь они определяют очередность их благоустройства. Сделать это можно на онлайн-платформе при помощи платформы обратной связи на портале госуслуг или по QR-коду. Для этого понадобятся гаджеты с программой для его считывания и флайер «Делаем город комфортнее». Пошаговую инструкцию для голосования и сам код можно найти в общественном транспорте, на остановках, досках объявлений. Информацию можно получить у волонтеров. Два человека в синей форме с бейджиками ждут тех, кто не может проголосовать дома либо не умеет пользоваться телекоммуникационной сетью интернета и через специальное мобильное приложение, которое установлено на заранее подготовленные планшеты, у добровольцев, они могут взять голос у человека, которому неравнодушна судьба его города. С помощью такого голосования волгоградцы определяют будущее родного города. Они отлично знают территории, которые нужно благоустроить прежде всего. Волонтеры показывают фото общественных пространств участников голосования, вы называете фамилию, имя, отчество и номер телефона. Вам поступает звонок. Чтобы голос считался принятым, нужно назвать последние четыре цифры номера. Но есть и другие способы. Если человек не знает, мы доводим краткую информацию, каким способом он может проголосовать за это. И если сейчас у него нет с собой пароля от госуслуг, он на это не помнит, выдаем ему листовку, в которой указан QR-код, с помощью которого он также может отдать свой голос наиболее понравившийся ему объект. Жители Волгограда проявляют большую активность. За две недели голосования в нем приняли участие свыше 10 тысяч человек. Стала известна предварительная тройка лидеров. Это пешеходные зоны на улице имени Дзержинского в Тракторозаводском районе, на улице Казахской в Советском и пространство возле музея-заповедника Старая Сарепта в Красноармейском. Те объекты, которые наберут наибольшее количество голосов жителей, соответственно, они будут после рейтинга, после ранжира в таком порядке и благоустраиваться. Контрактование, то есть выбор подрядных организаций будет проводиться в текущем году после подведения результатов рейтингового голосования. Волгоградцы делятся мнением, почему, на их взгляд, тот или иной парк или сквер нужно благоустроить в первую очередь. Я уже проголосовала на сайте за Сульский сквер. Почему? Потому что считаю это такой знаковой точкой общественного притяжения. Там рядом находится у нас детский центр творчества, также комсомольский парк. То есть эта территория, она является такой знаковой. И вот мне кажется, что в первую очередь внимание должны усилить именно ей. У волгоградцев есть еще месяц, чтобы решить, какие общественные пространства будут благоустроены в первую очередь в 2023 году. Голосование продлится до 30 мая. Дарья Соловьева, Виталий Грищенко. Время новостей. Зеленый фонд Волгограда пополнили еще 400 деревьев. 250 вязов высадили сотрудники МБУ ЖКЖ Держинского района. В зеленой зоне, которая разделяет встречные потоки транспорта на проспекте Маршала Жукова. А 150 ив рябин и катальп высадили в парке 70-летия Победы сотрудники администрации, работники коммунальных служб и предприятий Краснооктябрьского района. Новые деревья размещают в том числе на месте ранее удаленных, больных и сухостойных. Саженцы выращены в питомнике, который расположен в Волгоградской области, поэтому они максимально приспособлены к климатическим условиям нашего региона. Уход за растениями обеспечит поливочный водопровод. В текущем году работы по озеленению на проспекте Маршала Жукова начались с прогулочной зоны между обновленным в 2021 году участком и Самарским разъездом. Всего там планируется посадить 500 деревьев, более 1500 кустарников и 2500 чайных роз. На участки прокладывают водопровод, кабели освещения и видеонаблюдения. В завершении работ по благоустройству бульварной зоны установят стилизованные под старину малоархитектурные формы и арт-объекты в виде зонтиков, цветов и фигур. В минувшем году в порядок привели первую очередь территорию вдоль проспекта Маршала Жукова. С первых дней после открытия она стала центром притяжения жителей. Озеленение городских территорий – одно из главных направлений работы муниципалитета. Только в день проведения общегородского субботника, 16 апреля, зеленый фонд Волгограда пополнили свыше тысячи деревьев. На сегодня в ходе месячника по благоустройству высадили около 3000 деревьев и кустарников. В минувшем году в Волгограде появилось более 22 тысяч новых растений. Символ подвига, гордости и славы, который объединяет людей по всему миру. В Волгограде стартовал региональный этап акции «Георгиевская ленточка». Ежегодно она проводится в канун Великого праздника – Дня Победы. Торжественные мероприятия прошли у вечного огня на площади павших борцов. Подробности у моих коллег. Лидия Беленко – студентка Волгоградского государственного социально-педагогического университета. В добровольческом движении уже три года. Это необходимо, это память, это то, что помогает нам через стольки годы осознавать, как это важно для каждого из нас. Активная жизненная позиция играет большую роль в жизни любого человека, и все мы можем развиваться благодаря этому. И в принципе это показывает нас как людей. Спасибо вам большое, с праздником. Екатерина и Айгуль приехали в город-герой из республики Марий-Эл. Очень хотели увидеть мероприятия, посвященные празднику Великой Победы. Участие в акции «Георгиевская ленточка» – приятная неожиданность. Давным-давно хотели побывать в вашем городе. Хотели, правда, на 9 мая, но немножко не получилось. И тем не менее, очень приятно посмотреть, как будет подготовка к этому празднику. Вчера сходили на Мамаев курган. Безумно понравилось, безумно красиво. Счастье и процветание вашему городу. С 27 апреля по 9 мая волонтеры Победы планируют раздать 80 тысяч георгиевских лент по всей Волгоградской области. Ежегодно мы принимаем очень много заявок от ребят, которые стремятся рассказывать гражданам нашей страны о важности этого символа, о том, что мы должны чтить память. И этой акции мы показываем то, что память о героях жива в наших сердцах. Идея акции «Георгиевская ленточка» родилась в 2005 году. С тех пор повязывать ленточку в преддверии 9 мая стала традицией. Она объединила миллионы людей и в России, и за рубежом. На мероприятии в Волгограде волонтеры развернули 10-метровую георгиевскую ленту. Это стало кульминацией торжественного митинга. На торжественном мероприятии присутствовали волонтеры, представители власти и общественники. Проводят акцию «Ту молодежь». Это очень хорошо. Для нас, для ветеранов, для ветеранского сообщества, это вдвойне приятно. Это радует то, что молодежь принимает те традиции, которые идут с древних-древних времен. Завершением торжественного митинга стало возложение цветов к вечному огню на площади павших борцов. Инна Емельянова, Максим Черпак, Виталий Грищенко. Время новостей. Изображение российского солдата, которое оберегает детей. Над созданием масштабной композиции работают волгоградские художники. В качестве полотна они выбрали стену восьмиэтажного жилого дома. Наша съемочная группа пообщалась с мастерами и узнала секреты создания мурала. Фасад дома на улице Хиросимы 1 приобретает новое лицо. К работе команда художников приступила всего два дня назад, но очертания рисунка уже можно рассмотреть. Воин на фоне российского флага защищает играющих перед ним детей. Смысл изображения в том, что наше государство защищает будущее наших детей. Большая ответственность перед окружающими, перед моим ребенком, потому что такие изображения – это больше воспитательная работа, больше такой некий посыл в будущее. Идею художников поддержали на всех уровнях. Руководство администрации Волгограда и Центрального района оказали всевозможное содействие в получении необходимых разрешений. Неравнодушные волгоградцы помогли с краской и со специальными подъемниками. Рисунок на стене или мурал точно не останется незамеченным. Плотном для художников служит стена восьмиэтажки шириной 12 метров. Изображение будет хорошо заметно и пешеходам, и проезжающим мимо автомобилистам. Эта работа не первая в списке Алексея Бережнова. Ранее он нарисовал портрет легендарного летчика-космонавта Юрия Гагарина в одноименном парке в Краснооктябрьском районе. У нас такое колоссальное количество героев и людей, которые просто перевернули мир. Гагарин, который первым в истории человечества был в космосе. Наша армия, которая в такие моменты защищает нас, когда нестабильная ситуация, когда там постоянное давление на страну. И мы в нашей стране себя чувствуем спокойно. Контур изображения художники нанесли на стену с помощью специального проектора. Эту работу выполняют в темное время суток. Теперь мастера оживляют фон, наносят так называемые большие пятна. Впереди прорисовка деталей. С собой на высоту художники обязательно берут эскиз будущего рисунка. Желательно использовать краску, которая будет паропроницаема, которая будет держаться хорошо на кирпичной стене, например, на штукатурке. Обычно это фасадная краска. Лучше всего на водной основе подходит, и, как правило, это специальная фасадная. Материалы надежны, им не страшны капризы волгоградской погоды, уверяют мастера. А значит, изображение долго будет радовать глаз жителей и гостей нашего города. Завершить работу художники планируют до праздника Победы. Светлана Ларикова, Виталий Грищенко. Время новостей. В Волгограде подошел к своему завершению второй международный фестиваль «Наследники Победы». В зале Волгоградской филармонии творческие коллективы исполнили программу «Когда детей боялся враг». Одной из композиций стала героическая кантата «Краснодон» композитора Геннадия Лукина, посвященная героям-молодогвардейцам в годы Великой Отечественной. Фестиваль проводится во второй раз. Задача – привить молодежи уважение к событиям в истории. Перед концертом в фойе Волгоградской филармонии выступил с номером коллектив «Балакирев Бэнд» из Москвы. Мария на барабанах с 2019-го. Для нее участие в фестивале «Наследники Победы» – уникальный опыт. Творческий номер, который они подготовили вместе с ребятами, сложен в исполнении. Грубо говоря, это дефиле, которое нам поставил наш руководитель. И мы уже с ним выступаем давно, и оно, в принципе, хорошо заходит со всем. Организует международный фестиваль «Наследники Победы» коллектив детской школы искусств имени Балакирева Волгограда при поддержке Комитета по культуре, администрации города-героя и музей-заповедника «Сталинградская битва». Всероссийское общественное движение «Балакиревский союз» включает в себе учебные заведения по всей нашей стране. Важность этого мероприятия заключается именно в воспитании патриотической молодежи, в единении в духовном. И, конечно же, Волгоград стал главной точкой, куда приехали все участники, потому что главная высота России именно здесь – Мамаев курган. Композиция в исполнении сводного духового оркестра «Юные балакиревцы России» и хоровых коллективов Всероссийского общественного движения «Балакиревский союз» задала настроение всему концерту. «Балакиревский союз» На концерте побывали и ребята из Минска. Вскоре они заступят на вахту на пост номер один в Волгограде. «Мы приехали сюда с огромным желанием, с огромной целью, с такой важной патриотической миссией. И в истории, в общем-то, когда нас провожали, нам говорили, что мы творим историю, потому что на пост номер один город-героя Волгограда белорусы не заступали никогда». Депутат Волгоградской городской думы Геннадий Кузнецов отметил, что на событии присутствует много молодежи. «Хотелось бы сказать словами, цитатой нашего легендарного маршала Константина Константина Черкасовского, который сказал, что та нация, которая чтит своих героев, может по-настоящему считаться великой. Вот сегодня мы видим, как наша молодежь, она действительно интересуется, она чтит своих героев». Здесь же, на главной сцене Волгоградской области, состоялась церемония награждения участников фестиваля. Максим Черпак, Андрей Кирсанов. Время новостей. Полную ленту новостей смотрите на нашем портале МТВ Онлайн. Для этого с помощью мобильного телефона сканируйте QR-код, который видите на экране. О самых ярких событиях города и региона можно узнать из наших социальных сетей. Не забывайте подписываться. И до встречи в эфире в 14.00. Сегодня в Волгограде переменная облачность. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-22. Продолжение следует...